Друзья, приветствую на портале обучения и саморазвития. Сегодня мы наверняка вас удивим, когда расскажем, что же значат самые известные идиомы русского языка и откуда они произошли на самом деле. Ведь чувствовать себя не в своей тарелке приходилось наверняка каждому. Но вот в том, что доводилось страдать хернёй, признаются уже не все. А ведь доводилось, друзья. И кстати, это далеко не ругательство. Проблема в том, что далеко не каждый знает, откуда пошли эти и другие идиомы русского языка и что они вообще значат, а употребляются людьми довольно часто, но неосознанно. Мы, как портал саморазвития, против всякой неосознанности и глупости в любом её проявлении. Поэтому сегодня рассмотрим и объясним эти и множество других интересных фразеологизмов. Итак, отправляемся в интересное путешествие по просторам русского языка. И поговорим про устойчивые выражения языка, называемые идиомы или фразеологизмы. Они есть в каждом языке и используются его носителями автоматически, так как значение их известно с детства, а многих интуитивно понятно, хотя и не всех. Интересно, что буквальный перевод иностранной идиомы на другой язык чаще всего выглядит нелепо. Её применение может ввести иностранца в ступор. Например, русское выражение «вешать лапшу на уши» так прямо и будет воспринято иностранцам плохо знакомым с русским языком. Он подумает, что речь идёт именно о лапше и ушах, и будет недоумевать, с чего это мы вдруг так заговорили. А мы хоть и знаем значение этой идиомы, о её происхождении вряд ли догадываемся. У лингвистов, кстати, тоже нет единого мнения на этот счёт. Одни считают, что фразеологизм произошёл от слова «облапошить» или иначе «лапшить», другие, что от французского «ля пош», «карман». Третьи из уголовного жаргона, где лапшой называют всё длинное, например, полоску ткани или шнурок, которым можно завязать развешанные уши того, кто подслушивает, то есть преднамеренно ввести его в заблуждение, озвучить, так сказать, неправдивую информацию, чтобы обмануть того, кто подслушивает. А вот как звучат некоторые русские идиомы на английском языке, значение которых нам, в принципе, понятно без объяснений. Мы говорим «промокнуть до нитки», они говорят «to look like a drowned», что буквально означает «выглядеть как утопленник». Мы чувствуем себя, как рыба в воде. Они говорят «like a duck to water», то есть буквально как утка в воде. Наконец мы говорим не в своей тарелке, они «like a fish out of water», как рыба вынутая из воды и так далее. Так что же такое идиома? Идиома или фразеологизм – это устойчивое выражение в том или ином языке, смысл которого не объясняется входящими в него отдельными словами, и перестановка слов внутри фразеологизмов обычно не допускается. Грамматическое их значение архаично и с нормами современного языка в основном не совпадает. В этом плане идиомы родственны по словицам. Например, никто сейчас не бьет баклуши буквально, но в переносном смысле многие любят это делать. А между тем, баклуши – это деревянные заготовки для ложек, колоть которые из полена, то есть бить, в прошлом доверяли даже лентяям. Работа, как говорится, была не пыльная, легкая, поэтому бить баклуши считалось праздным занятием. Откуда выражение и перекочевало в наше время, где означает «безделье». Бить баклуши сегодня значит бездельничать. Вот таким образом постепенно, хоть и легкая, но работа стала синонимом ничего не делания. Занятная метаморфоза. Интересно, какие из современных занятий в будущем ждет та же участь? Похоже, что это будет весьма объемный список. Значение некоторых фразеологизмов русского языка понять достаточно легко. Среди них есть вполне современные. Висеть на телефоне, голодный как волк, водой не разольешь, достать из-под земли, замести следы. Эти и многие другие идиомы русского языка достаточно однозначно, чтобы толковать их двояко. И даже иностранец их поймет. Некоторые идиомы пришли к нам от них, некоторые, наоборот, отправились от нас на экспорт. Этим объясняется зачастую буквально или почти буквальное совпадение русских идиом на английском языке. Например, продаваться как горячие пирожки. Так же и выглядит в переводе на английский. Спать без задних ног принято говорить у нас и спать как бревно у них. Согласитесь, в данном случае они поймут нас, а мы их. Но есть весьма оригинальные идиомы русского языка, происхождение которых кроется в глубине веков. А многие из них являются результатом неправильного толкования или коверкания того, что лежало в их основе. Нравится видео, идея канала и количество полезной информации в секунду? Ставь лайк, подписку и колокольчик и поехали дальше! Есть в русском языке и такие идиомы, происхождение которых скрыто в глубине веков и нашей истории. Примеры, которые мы приведем дальше, иногда расшифровываются весьма неожиданно. Например, когда мы говорим «страдать херней», то вовсе не сквернословим, как можно было бы подумать. Идиома эта происходит от латинского слова «херня», которое может и не совсем благозвучно для русского уха, однако означает «ничто иное, как грыжу». Крестерлюбивые военные врачи в прошлом частенько ставили этот диагноз детям российских богачей, чтобы откосить тех от армии. Так что мы теперь знаем, кто на самом деле страдает херней. Но вот «херня» — это обычный медицинский диагноз и не более того. Хотя говорят, что грыжа нередко бывает у тех, кто часто бездельничает и редко занимается спортом. Так что тоже есть повод задуматься. Ну а почему фразеологизм «шиворот на выворот» имеет негативную коннотацию? Во-первых, и так понятно, что если что-то на выворот, то уже нехорошо. И во-вторых, эта идиома русского языка связана с негативными событиями прошлого. Шиворотом в прошлом называли «шикарный воротник боярской одежды». При Иване Грузном на провинившихся бояр надевали наизнанку их одежду и сажали задом наперед на клячу, после чего с позором возили по улицам под крики и улюлюканье толпы. В общем, все в этот день получалось у провинившегося боярина «шиворот на выворот». Гол как сокол. Известное выражение с ударением в слове «сокол» на втором слоге. Ударение как раз важно, поскольку к птице это слово не имеет никакого отношения. Старину соколом называли таран из очищенного от веток бревна, окованного железом, который применяли для пробивания вражеских ворот при осаде крепостей. А сокол – это пара очищенных колеев подпорок для заборов. От одного из этих слов или обоих и произошла данная идиома. А сокол – это как раз прекрасная птица с красивым оперением, вовсе не голая. Дойти до ручки. Означало когда-то съесть свой калач почти полностью, когда в руке оставалась лишь его душка, ручка, за которую его держали. Эту ручку обычно не доедали, а выбрасывали собакам или нищим. Поэтому данная идиома означает опуститься на социальное дно до такой степени, что доедать по-современному, горбушки хлеба, стаканчики отмороженного, бортики птицы и всему тому подобное, что большинство обычно и делает. Либо дойти до нижнего предела в чем-либо. Попасть в просак сегодня не так уж и страшно. Это чаще всего попасть в неловкое положение или опростоволоситься. Но когда эта идиома появилась, она означала как минимум получение травмы. Просак. Так когда-то называли станок для производства канатов. Такие станки занимали много места и поэтому всегда работали на улице. Сеть веревок в них протягивалась к месту скручивания. Работник или неосторожный прохожий рисковали попасть в эту сеть во время работы станка, частью тела или одежды. И это часто приводило к травмам или даже смерти. Но хватит о грустном. Есть идиомы и повеселее. Наставить рога хорошо получалось у германских женщин в средневековье, когда они, отправляя мужей на войну, традиционно надевали им на головы рогатые шлемы. Сегодня у некоторых женщин это еще лучше получается и без всяких шлемов. Филькины грамоты от митрополита Филиппа, в которых он критиковал действия Ивана Грозного, часто раздражали царя своей несправедливостью, за что и были названы так пренебрежительно. Сегодня Филькина грамота – синоним ничтожного документа, не имеющего никакой силы. Но можно ли так называть митрополита сейчас праведным христианом? Кстати, хороший вопрос к священникам. Первый раз дело выгорело у ответчиков по суду где-то в 18 веке. Суды-то в то время часто горели, и дела в буквальном смысле сгорали регулярно вместе с судами на радость ответчикам. И однажды это словосочетание по праву стало идиомой. Сморозить глупость случалось каждому. Но при чем здесь мороз, спросите вы? Минусовая температура точно ни при чем. А вот глупость по-древнегречески и есть мороз. Хватит нести мороз. Вот что на самом деле говорили дореволюционные преподаватели нерадивым ученикам. Затем греческий мороз превратился в более привычный русский мороз, и идиома трансформировалась в непереводимую игру слов. Первым пролетел как фанера над Парижем русский богатырь Иван Заикин, который решил стать авиатором. Именно после его полета на фанерном аэроплане над французской столицей и появился этот фразеологизм. Взять на понт. Изначально означало воспользоваться козырями и выиграть в карты. Слово французского происхождения, оно было популярно, как и весь французский язык у русской аристократии прошлых веков. Далее фразеологизм перехватили карточные шулера, и сегодня он относится к жаргонным выражениям. Друзья, в следующий раз мы с вами вспомним и другие интересные идиомы русского языка и иных языков, особенно те из них, которые вызывают наибольший интерес и требуют расшифровки. А вы пока поделитесь в комментариях своими знаниями по этому вопросу, и возможно эти сведения войдут в следующее видео, а также можете поинтересоваться определенными идиомами, значения которых вам хотелось бы знать. Всем добра! Ну а на этом еще не конец. Большая просьба именно к тебе лично, не забудь подписаться на наш саммари-клуб экспресс-обучение и саморазвитие, чтобы каждый день становиться все успешнее, осознаннее, добрее и мудрее. А главное, экономить сотни и даже тысячи часов и долларов на образовании вместе с нами и нашими экспертами. Также не стесняйся, пиши свое мнение и вопросы по теме, давай обсудим их со зрителями и профессионалами, ведь мы читаем все комментарии. Поддерживай нас и развивайся вместе с нами, ну и конечно заходи на наш официальный сайт, портал обучения и саморазвития, где можно найти многие материалы и в печатном виде. Ну а сейчас отправляйся заниматься полезными делами в реальной жизни или переходи к просмотру других видеоканалов и по ссылкам в описании. Всем добра! Субтитры создавал DimaTorzok